И вы знаете, что произошло? Никон чрезвычайно возгордился. Это все тема проповеди Юры Фурманова. Когда человек имеет большие успехи, он начинает страшно гордиться. Посмотрите, какие факты пишет этот историк по-спиловски. Что он себя возомнил выше царя. И во время одного богослужения в соборе Кремля он получает записку от царя. Доставленную гонцом. Никон публично бросает ее под ноги со словами. А я на записку царя плюю и сморкаю. Интеллигентный человек. Очень интеллигентный, да. То есть, понимаете ли, в нарушении уже всех понятий и приличий. И он, желая устрашить царя, снимает свое облачение, не будучи освобожден от патриарха. Укатывает, чтобы устрашить царя. Потому что царь уже слушается, не слушается его. А он хочет, чтобы царь слушался его. И он думает, что царь будет плакать, за ним бежать, вопить. А царь не побежал и не стал звать. И когда он вернулся, царь его не слушал уже. Вы понимаете ли как? И в скором времени близится уже его опало и его ссылка. Но это будет уже позже. Но Никон начнет эти все реформы. А царь продолжит эти реформы. Потому что это политическое дело. Присоединение Украины и унификация обряда. Так, здесь что мы читаем про Никона. С юношеских лет будущий патриарх славился богатырским сложением, пламенными проповедями и явным даром лидера-организатора. Скоро он продвинулся, был замечен царем Алексеем Михайловичем, который приблизил его к себе и сделал патриархом. Никон был беспощадно строг в борьбе за нравственность, духовенство. Но его гордость и неприступность оттолкнули от него всех друзей, кроме царя, который пожаловал ему титул великого государя. Представляете, ну вот, и он из зала Никон. Указы, указы. Не объясняя народу, не беседуя, не проповедуя, он дал указы. Например, крестные знамения он предписывал совершать не двумя, а тремя перстами. Потом, в 54-м году, созвал поместный собор, который подтвердил его нововведение и постановил пересмотреть и исправить церковные книги. А копии церковных книг, как вы знаете, сильно отличались друг от друга. По какой копии исправлять, непонятно. Вы понимаете, что проблема Библии на Руси очень трагическая. У нас долго не было, не было, не было Библии. Мы, собственно, наши рациональные секты, такие уже, ну, вразумительные, возникнут тогда, когда появится Петровская Елизаветинская Библия во времена Елизаветы. Потому что всё время, когда возникал вопрос, государь требует напечатать Библию, матушка, не знаем, с какого списка. А вдруг опять раскол получится? Потому что до раскола была напечатана Библия, в которой было столько ошибок, что на Афоне эту Библию сожгли как еретическую. Но Афон – это был блюститель православия, такой духовный центр православный. Поэтому они говорят, не знаем, с какого списка. И поэтому называется Петровская Елизаветинская, что Пётр приказывал, не сделали. Анна Иоанновна приказывала, это потом была Екатерина Первая, приказывала, потом Анна Иоанновна приказывала. Понимаете как? Не знаем, вот тянули, дюлили, вилили, виляли, отказывались. И только Елизавета, дочь Петра, уже властно потребовала печатать Библию. Только в 1751 году вышла Петровская Елизаветинская Библия. И тогда сразу возникают у нас Духоборы, потом Малакани, получают они хлеб, получают Писание. А так, это были всё списки, и списки, видите, даже сами иерархи православные не знают, с какого списка печатать, когда им приказывают. Ну так вот, теперь я хочу на отдельной судьбе проследить этот раскол. Значит, Аввакум, протокоп Аввакум. Это был священник в Нижегородской губернии. Это был человек могучего роста и могучего телосложения. Только его потрясающее здоровье помогло ему вынести все тяготы, невзгоды его жизни. Кроме того, у него было такое удивительное благословение. У него была жена, звал он её Марковна, преданнейшая, любящая, заботливая жена. В этой Нижегородской губернии, уже когда он был священником, его уже тогда начали бить в ярости, потому что он запрещал блуд, воровство, кражу, неправедный расчёт, обман денежный. Понимаете ли, он вмешивался, рукоприкладствовал, он запрещал так поступать. Он хотел ввести нравственность, порядок, ну такими вот мерами. Знаете, что я не могу эти меры осуждать, но это такая жизнь была, такой уровень был. Но они вот тоже вот его избивали до полусмерти. Сколько раз жена его как-то приволочит домой, выходит, на ноги поставит. Чтобы по жену закончить, я хочу, некоторые вошли, они как в легенды прямо нашей истории. Я хочу, чтобы вы знали эти словечки. Его судьба то вознесёт высоко, он ведь будет при царе в комитете по исправлению книг участвовать вместе с Никоном. Аввакум будет участвовать в возведении Никона в Санкт-Патриарха, а потом он станет его жесточайшим врагом, и врагом всех исправлений. Ну, и будет он ссылаться и один, и два раза, потом снова возвращаться в Москву. Ну, при одной из ссылок, до места их ссылки, ему с женой надо было идти по снегу, по льду. Лёд был торосами, неровно замёрзший, это не тропочка была. Длинный, в общем, какой-то длинный путь проделать, никакого транспорта не подходило до их места. И вот жена, изнемогая, говорит, протопоп, а протопоп, такой ли мука сия будет? А он ей отвечает, да сам я смерти Марковна. И её ответ. Инна, ещё побредём. Инна, то есть, ну, в таком случае. Инна, ещё побредём. Это такое мужество, Инна, ещё побредём. Ну, раз так, до самой смерти, да? Ну, так, значит, побредём ещё. Это огромнейшее мужество, огромнейшее терпение. Незбывное терпение. Вот. У него дети были. Это же мне надо было детей спасать, мужа защищать, спасать. Муж часто денег домой не приносил, но у них дома была курочка. Курочка в житии своём описывает с такой нежностью вакуум курочку эту. Она исправно каждый день по яичку несла. Каждый день яичко. Рябенькая, простенькая такая курочка. Но она вот, ну, исправно своё дело делала. И когда вот детям было что дать, курочка, несла яичко, сегодня тебе яичко, завтра тебе яичко. Вы понимаете, у вакуума была огромная также и нежность. Я в его житии... Это произведение такое написал он, в житии. Это прочитать бы интересно было. Он остро чувствует красоту жизни. Он восхищается сибирской природой. Что и сколько это у Христа света нашего наделано для людей. Сколько Христос сотворил, в общем, всего для людей. Он глядит на эту богатую природу могучую. И с нежностью на эту курочку глядит. Ну и... Об этом житии пишет Алексей Толстой. Когда напечатали житие Аввакума, Алексей Толстой написал «В омертвелую словесность, как буря, ворвался живой мужицкий полнокровный голос. Это было гениальное житие и послание бунтаря неистового протопопа Аввакума». Неистового протопопа Аввакума. Он был идеолог старобрядчества. И в нем выразилась духовная борьба крестьянства. В нем выразилось вот то подспудное, что почему-то никак не могут словами выразить наши историки. Они говорят... Вот Санников даже пишет как-то антиреформация или обрядовая реформация, что-то такое вот. Понимаете ли, когда начинаешь вникать грамотке, которую он будет потом писать из земляной тюрьмы, эти грамотки будут достигать самых отдаленных концов России. Аввакум будет духовным правителем России, заточенный в земляную тюрьму. Земляная тюрьма, эта крыша сравнена с полом, с уровнем земли. Значит, все остальное там вырыто, яма. И сторожат все время эту земляную тюрьму стрельцы. И каким-то образом эти грамотки достигали людей. И было масса людей в невидных платочках, незаметных женщин, которые возникали среди богослужения в центре, в церкви, и кричали «Христиане, православные, не верьте лжецам, которые вас учат! Читайте грамотки нашего протопопа Аввакума!» Вот что-то такое крикнет и исчезает, и не дойти. Она похожа на сотни дорогих. Ну, платочек. И разносились по всей земле. И когда говорят, что люди гибли за ас, за обряд, а я читаю эти грамоты, что же я видела? Протопоп пишет людям, которые вышли из церкви. Я просто пропускаю многие моменты, потому что это известно, что вышли из церкви, я говорила, да? Оставили церковь. До этого оставляли церковь только трегольники. Все остальные оставались. А это был огромный исход. Ну, вот Санникова говорит, треть народа вышла. По моим данным, больше половины вышла. Так вот, он писал тем, которые вышли из церкви. Вышли они, и у них попов нету. А кто будет причастие давать? Кто будет совершать эту святыню? И он пишет. И он пишет. А если и попа у вас нету, так вы найдите доброго мирянина, который лучше, чем поп безбожный. И он совершит вам это таинство. А ежели даже и мужика не найдется, то и женщина может совершить это таинство. Это, знаете, что это уже не похоже на ас. На букву. Это глубокое понимание вообще содержания, что это Бог предлагает свою трапезу. И люди должны получить ее. И если нету священника, то это может сделать мирянин. Если нету мужчины, это может сделать женщина. Вы подумайте. И он то же самое говорит про крещение. Он хочет, чтобы беглые, вышедшие, чтобы они церковную жизнь не теряли, чтобы они имели церковную жизнь. Фактически из этих его установлений потом и родится наше духовоборчество и потом молоканство. Понимаете ли? Которые вообще эти обряды отвергнут. На схеме самое первое я показывала вам, что вышли двумя потоками. Поповцы и беспоповцы. Это очень приблизительные слова. Потому что старообрядцы, которые вышли со своими попами, попы потом скончаются и они тоже будут беспоповцами. Понимаете как? Просто беспоповцы в принципе вышли беспопов. Ну, как бы наши предшественники. А старообрядцы вышли с попами, но попы скоро кончатся. И некоторые проникали в Византию в трюмах кораблей тайно, беспаспортно, чтобы в Византии их кто-то рукоположил, а они потом с рукоположением они значит приезжали, могли кого-то еще рукополагать. Но это были кто-то в какие-то случаи. А многие оказывались вот так. И поэтому к ним тоже обращался Протопопа Вакум. Он окормлял их. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте www.tvseminari.com Я прочитаю вам их обращение. Он любил церковь. Он видел церковь как Христову невесту. Смотрите, как он пишет о церкви. «Се и си добра прекрасная моя, все и си добра любимая моя, зрак лица твоего как солнечный луч и вся в красоте сияешь как день в силе своей». Представляете, такое словословие церкви. И житие это художественное такое обобщение. А все того Христа того света наделано для человеков, когда в Дауре его сослали. О, горе стало, горы высокие, дебри непроходимые, утесы каменные, величие такое природы. Он эти остро чувствовал. Поэтому натура такая поэтическая натура. И сам факт, что он житие это написал, и так о церкви написал, и так про курочку вспомнил, и так про свою жену написал. Это же мы и все из жития узнаем, и на еще побредем. Это же он написал. Я теперь хочу, чтобы вы так еще его голос послушали. Посмотрите-ка. У него был, так переживал духовный конфликт. Он к Богу обращается и говорит, за что ты, Сын Божий, попустил таково? Убите тому. Ну, избили его. Почему ты попустил? Я ведь за вдовы твою встал. Он за вдову защитился, его избили. Кто даст судью между тобой и мною? Вы понимаете ли, надо иметь большой близость с Богом, чтобы так говорить. Дальше он смиряется. Сверху дождь да снег, а мне на плеча накинута кафтанишка просто. Льет вода по брюху и по спине. Нужно было гораздо. Грузка гораздо, да душе добро. не пеняю уже на Бога вдруг горять. Его же любит Бог, того наказует. Смиряется, принимает это. понимаете ли, это человек, сказать глубоко верующий, это просто ничего не сказать. Нежно верующий, истинно верующий человек. И вот он, когда был в Москве, и когда он был во власти, и когда он исправлял эти книги, где-то что-то случилось, и об этом историки молчат. Почему он был с Никоном, а потом встал против него? Может, он увидел его жесткость, его лживость, его неверие, может быть. Понимаете ли, когда верующий человек обнаруживает другого духа, отказывается его поддерживать и становится против него. субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok